Но, ребят, перед самым началом видео я бы хотела сказать спасибо своим любимым донатерам, людям, которые поддерживают меня на стримах, которые подписываются платно на Твиче. Огромное вам спасибо! Без вас этот канал уже мог давно загнуться и закрыться, так что спасибо! Спасибо большое, что поддерживаете меня, и всем, кто меня тут смотрит, тоже спасибо! Люблю всех! Ну что, привет, мои карасики! Я вернулась с отпуска. Конечно, для вас это в основном, для большинства, никак не отразилось на вашей жизни, моё отсутствие. Просто потому, что я записала заранее ролик, и вы просто его посмотрели. Но не было целую неделю стримов. Все, кто смотрит стримы, ребят, привет! Я вернулась, мы возобновляем всю мою деятельность. Приходите на стримы обязательно, все ссылки в описании, это важно. Так вот, на самом деле, я думала весь отпуск о том, какой ролик записать, потому что я забыла записать заранее, и думала, блин, блин, надо успеть, надо успеть, надо успеть. Но, как видите, я успела. И мне подкинул идея один паблик ВК, который я чекаю периодически. Ну, как чекаю, он просто в ленте высвечивается. Поэтому сегодня, ребят, мы с вами поговорим по поводу прогресса художников, и отношения других художников, в общем-то, ко всему этому. Но, ребят, перед тем, как мы, наверное, начнем разбирать саму тему ролика, я бы хотела с вами кое-что обсудить. Вы же сами понимаете, как важно учиться иллюстрации, чтобы в будущем можно было найти себе достойную работу. И я знаю, у кого можно это сделать. Я бы хотела вам посоветовать скиллбокс. Кто такие скиллбокс? Это образовательная платформа с минимальным количеством теорий, а значит, ребят, вы сразу приступите работать над своим собственным портфолио. У них гибкая система обучения, курсы, которые постоянно обновляются. А главное, доступ к обучающей программе навсегда. Ну, а в частности, мы поговорим о курсе профессия коммерческий иллюстратор. Здесь вы научитесь профессионально создавать коммерческие, в общем-то, иллюстрации, персонажей и анимацию. Знания, полученные на курсе от скиллбокса, пригодятся, если вы решите стать иллюстратором. И самые главные особенности этого курса, которые выделяют его среди других, это практическое обучение от лидеров рынка, Pixies, Choice Studio и других. Вы научитесь профессионально создавать коммерческие иллюстрации, персонажей и анимацию. Узнайте, как продвигать личный бренд, сделайте портфолио и начнете зарабатывать творчеством уже во время обучения. Вы освоите разные графические редакторы, Photoshop, иллюстратор, Procreate. Обучитесь выстраивать композицию, работать с цветом, делать анимацию и так далее. Вас ждут онлайн лекции, а также практические задания на основе реальных кейсов, с помощью которых вы набьете руку. Один из самых приятных бонусов, это то, что вы можете начать обучение сейчас, а оплатить его уже потом. От срочка платежа 6 месяцев, оплата 7 месяца обучения. А другой приятный бонус, при покупке этого курса вы получите курс Freelance Digital в подарок. Ну и самое главное, ребята, это скиллбокс гарантирует трудоустройство по окончанию обучения. Подробная информация о программе курса и регистрация по ссылке в описании. А по моему промокоду BRISAKAMURA вы получите скидку в 45%. Скиллбокс, твое будущее начинается здесь. Прогресс и прогресс, скажете вы все. Если много рисует, рано или поздно прогресс. Но любой художник, если вообще хотя бы учится рисовать, то обязательно прогресс нет. Вообще, почему этот ролик существует на моем канале? Но дело в том, что мы не будем обсуждать чей-то конкретный прогресс, даже мой. Это не важно. Я хочу немножко поговорить о лицемерии других артеров в сторону, ну в общем-то, тоже художников. Блин, я звучу очень тупо. На самом деле, у меня просто немного мысли в кашу, потому что меня эта тема немного не то что задела. Скорее, я не понимаю, почему люди такое пишут. Итак, я листала этот паблик и у них довольно часто рубрика есть «Прогресс других художников». Они просто выставляют арты на стену с прогрессом разных артеров, либо которые нашли сами, либо если кто-то кинул в предложку. На самом деле, это не важно. И важно то, что независимо от того, какой сильный прогресс, независимо от того, насколько хорошо сделана работа, независимо от того, какой там период прошел. Неделя, месяц, год, два стабильно, стабильно есть в комментариях люди, которые пишут «А где прогресс?» Или «Раньше было лучше», или «Чел просто закончил картинку», или «Он просто сменил стиль прогресса нет». И я могу продолжать бесконечно, просто бесконечно. Очень мало кто пишет «Вау, это вот крутой прогресс». 80% комментариев — это «Почему картинки не поменяли местами?» Типа, что? Самый мой любимый в кавычках тип комментов — это когда там написано «И это всего лишь такой прогресс за энное количество времени». И именно из этих комментов я и записываю этот ролик. На самом деле, я считаю это очень и очень лицемерным. Знаете почему? Потому что большинство художников не рисуют 24 на 7. Вау, вот это я, конечно, открытие сделала. Только если это, конечно, не ваша работа, и вы там уже состоялись, в чем... Мы говорим про обычных художников из интернета, таких как я, вы, то есть не рабочая часть, скажем так. И очень лицемерно самому не рисовать столько, но ожидать от других каких-то огромных результатов. Очень лицемерно смотреть на картинку с разницей в 3 года и говорить, почему так мало. Когда ты сам, человек, который написал этот комментарий, дай боже, возьмешь стилос раз в месяц и что-то выдашь. То есть это очень и очень странно. Странно. Люди наезжают на других людей за то, что те рисуют не так много, как хотелось бы, видимо, им. Я просто до сих пор не понимаю, зачем эти комментарии существуют и почему... Ну, почему их просто не удалять, учитывая, что их так много и на самом деле... Лично мне это читать неприятно. Да, там нет ни одной моей работы. Да, я никогда туда ничего не предложу. Да, возможно, у меня супер маленький прогресс за год. Но почему какой-то левый чел из интернета сидит и считает, сколько часов я провела за компьютером в рисовании? Разве типа у него, ну, не должна быть своя личная жизнь? Разве он сам не должен сидеть сейчас рисовать? Почему человек, который сам почти ничего не делает, хочет, чтобы кто-то другой это делал? Хотя да, даже если что-то делать. Я не спорю, что есть варианты, когда человек реально хочет рисовать. Он там и в художку ходит, и то, и сё. Но не все такие, я бы сказала, большинство людей занимаются рисованием как хобби. И их устраивает рисовать мало, их устраивает, что у них есть хоть какой-то прогресс за год. Это нормально. Это нормально, что стилистика уйдет в другую сторону. Это нормально, если ты хотел рисовать в реализме, но потом ты понял, что это слишком сложно. Это слишком детально. Типа, я устаю от таких вещей, я хочу рисовать что-то простое. И ты меняешь стилистику, и люди такие, это не прогресс, это деградация. Это немножко не так работает. Обычный человек, который умел рисовать в реализме, потом уходит в аниме, 100% сможет вернуться назад. Но если вы уже начали с аниме, то с реализмом у вас будут какие-то, скажем, проблемы. И поэтому я так не люблю эти посты с прогрессом, потому что я вижу объективно хороший прогресс. Да, опять же, не на всех артах я не спорю, но разве вы считаете это вежливым? То есть, если кто-то вам такое скажет, вам это даже будет, ну, может, неприятно. И вы такие подумаете, блин, чел, почему ты мне это говоришь? Но сами, возможно, можете такое написать. Это как-то немножечко неправильно, не находите? Конечно, хотелось бы создать петицию по отмене вообще хейтеров во всем мире, но, к сожалению, такого чуда никогда не произойдет. К несчастью. Но что поделать? Существуют эти комменты и существуют. Я просто хочу донести до вас мысль, ребят, что не слушайте их. Вот серьезно. Каждый рисует и развивается в своем темпе. Я, например, рисую каждый день, но не то чтобы прям 24 на 7. Я выделяю несколько часов. Обычно я не сижу и не занимаюсь самообучением. Обычно. У меня есть периоды, когда я начинаю усиленно что-то учить. Но, опять же, это периоды. Это не значит, что я каждый день сижу и что-то изучаю новое. Я пытаюсь. Я пытаюсь учить что-то новое. И иногда это видно. Иногда. А иногда это не видно. Знаете, иногда арты зависят еще и от настроения. Если ты сел рисовать в хорошем настроении, то и картинка у тебя выйдет определенно лучше, чем если ты сел грустный, уставший и расстроенный. И это абсолютно нормально, когда у художника от работы к работе скачет его скилл чуть-чуть. Типа, не критично. Это просто нормально. И подобные комментарии, как по мне, очень сильно неуместны. Я не знаю, почему они существуют. Еще раз говорю. В любом случае, ребята, выскажите свое мнение. Неужели вообще вы тоже думаете, что художник обязан рисовать 24 на 7? Если это контент-мейкер, он должен только и делать, что строчить вам картинки в галерею. А если не строчит, то надо от него отписываться. У, плохой художник осуждает. Ладно, ребят, пишите обязательно свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, на ВК, на Инст, на Твич. Вообще на все подписывайтесь. Я вас всех очень люблю. С возвращением меня постараюсь вернуться в график. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok